Верховный суд США признал, что школьный округ штата Вашингтон был неправ, наказывая футбольного тренера старшей школы Джо Кеннеди за молитву на поле после игры. Кеннеди молился в то время, когда сотрудники школы могли спокойно говорить с друзьями, заказывать столик в ресторане, проверить почту или заняться другими личными делами. Он молился в тишине, пока его ученики были заняты другими делами. Тем не менее, школьный округ Брементона наложил на него взыскание, написал судья Нил Горсуч. Ранее в 2015 году школьный округ отстранил Кеннеди от работы за молитву на поле после игр, а позже решил не предлевать с ним контракт из-за его отказа прекратить молиться на поле. В 2016 году Кеннеди подал в суд на школьный округ, обвинив их в нарушении его религиозной свободы. В 2017 году коллеги из трех судей эмпиляционного суда США по 9 округу вынесли решение против тренеров. Верховный суд первоначально отказался рассматривать его дело в 2019 году, говорит автор христианского поста Майкл Грубовский, 27 июня 2022 года. Мир вам, братья и сестры, христиане. Видите, христианская страна, Соединённые Штаты Америки, свобода слова, свобода вера и исповедание. Что происходит? Конец времени. Конец времени. То есть мы видим, что тренер, который молился за это, фактически, можно так сказать, было взыскание по нём и не хотели подписать контракт с ним. Суд тоже не пошёл, не защитил как бы его. И только позже уже, когда как бы второе уже прошение было, Верховный суд защитил этого человека. Пока удерживший на земле, мы видим, ещё есть, ещё есть справедливость, ещё можно обращаться, ещё можно добиваться. Будем благодарны Господу, братья и сёстры, если особенно мы живём в странах, где свобода вера и исповедание, где мы можем свободно молиться. Я не за то, братья и сёстры, чтобы молиться. Вы понимаете, есть тоже такое, что молятся, например, там даже постятся за то, чтобы их команда футбольная победила, например, там другую команду. Бог не отвечает на эти молитвы, поймите. Вы можете заниматься физкультурой для своего здоровья, братья и сёстры, но быть азартным фанатом какой-то команды и так далее, и тем более молиться за это, Богу это не угодно поймите. Но здесь другое. Вообще запрет молиться. Хотя бы таким образом как-то уже он обращался к Богу. Хотя бы таким образом. И в свободной стране, в христианской стране был запрет. Но благодарность Богу, что правда восторжествовала. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы вот этот тренер, он всё-таки не сколько молился, например, там за команду, за этот футбол, а молился именно за то, что самому расти духовно и за какие-то действительно важные духовные вещи, которые важны Богу. Подписывайтесь на канал «Любящий Истину», основной канал, и также на канал «Любящий Истину 2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова